Уважаемые коллеги, презентация первой книги президента Туркменистана Сердара Бирдмухамедова прошла в Пекине. В мероприятии, организатором которого выступило посольство страны в КНР, приняли участие посол Туркменистана в Китае Парагат Дурдыев, китайско-туркменские деятели культуры, а также студенты, учащиеся в вузах Пекина. Книга посвящена деятельности и достижениям туркменской молодежи в социальной, экономической и культурной сферах. Вы знаете, мы в этом году празднуем 300-летие со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Матуму Литра Ави. В прошлом году мы праздновали весь год все те достижения, которые были достигнуты нашей молодежи. Вы знаете, что и в этой связи уважаемый президент Туркменистана выпустил свою первую книгу, именно посвященную молодежи. Именно эта книга, думаю, послужит тем самым примером того, как нужно уделять большое внимание воспитанию молодежи, связи, поколений, прошлого и будущего, настоящего. И все это должно в результате привести к той ситуации, когда все народы, народы мира и особенно народы Туркменистана и Китая могли бы продолжить очень плодотворное и творческое сотрудничество между двумя странами, которое, я уверен, будет способствовать улучшению не только нашего жизненного благосостояния, но и всех остальных направлений, всех возможных направлений нашего сотрудничества. В ходе мероприятия также прошла презентация девиза Туркменистана в 2024 году «Клади Зеразума Махтум Кулифраги» и провозглашение города Аннау культурной столицей Международной организации тюркской культуры в 2024 году. Выступающие отметили важную роль книги президента Туркменистана Сердара Бердмухамедова в воспитании молодого поколения в духе патриотизма, а также в укреплении дружеских обменов между туркменской и китайской молодежью. Я считаю, что на данный момент сотрудничество между молодежью Китая и Туркменистана очень плотно и очень крепко связано большой, сильной дружбой, так как в последнее время очень много студентов из Туркменистана приезжают на обучение в Китай. И также сейчас наши двери, двери Туркменистана, открыты для китайских студентов. Проводится много международных олимпиад и соревнований, в которых участвуют и китайские, и туркменские студенты. И я надеюсь, что в дальнейшем будущем наши студенты будут сотрудничать в больших направлениях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok